То есть всё, в принципе, можно и посчитать, и даже предусмотреть при желании, да, вот, и подселить эти самые. То есть не надо было, не нужны амбиции. Вот в чём хорошо, да, у людей ведического склада ума, допустим, есть такое понятие, вот немного об этом, как смирение. Вот у нас сегодня не хватает такого, а вот это качество как раз-таки людей, которые понимают, ну, смирение. Вот в чём проблема, почему вместо смирения у нас есть агрессия. Смирение, кстати, обозначается каким-то числом, например, качеством. Интересно, что смирение – это как раз задача, связанная с девяткой. Ну, что девятка, что такое смирение? Это с миром в душе. Ну, то есть даже к врагам, да, с миром в душе. Ну, мы ведём себя правильно, да, мы дистанцируемся, да, но мы не проявляем враждебность, да, не включаемся в сражение, в борьбу. Смирение – это уникальное, кстати, качество. Я сейчас просто вспоминаю. Дело в том, что смирение связано со своей противоположностью. Есть, в ведах говорится, что есть шесть причин страданий, которые мы, объектом которых мы становимся в этом мире. И вот одна из этих шести причин – это гордыня. И противоположностью гордыни является смирение. То есть у каждого качества негативного есть своя противоположность, которая является своего рода лекарством. То есть шесть причин, из-за которых мы страдаем в этом мире – это вожделение, гнев, жадность. В Бхагавадгите говорится, что трое врат открывают ворота в ад. В вожделение, гнев, жадность – это всего лишь три из шести причин. Затем вожделение, гнев, жадность, гордыня, зависть и страх. Это шесть причин того, что мы становимся объектом страданий в этом мире. И тоже интересная вещь такая, что наша жизнь построена таким образом, что в определенные циклы нашей жизни мы учимся преодолевать вот эти причины и развивая соответствующие качества. То есть, например, вначале ребенок должен научиться побеждать страх и стать вот таким уверенным. Это вот первый цикл жизненный, он дается нам для того, чтобы мы научились преодолевать свои страхи и почувствовали эту уверенность. Затем, на следующем этапе нашей жизни мы учимся трансформировать вожделение в уважение. Затем гнев в терпение, жадность в благодарность и гордыню в смирение. Вот так они связаны, да. Поэтому человек, перед которым, который попадает в определенные жизненные обстоятельства и становится объектом агрессии. Вот в этот момент он проходит через жизненный урок. То есть он учится гордыню превращать в смирение, трансформировать в смирение. И затем зависть в мудрость и ненависть в любовь, если так сказать, в итоге. Поэтому, да, задача по девятке связана вот с этим. В нашей жизни появляется агрессия для того, чтобы помочь нам развить себе качество смирения. Но, кстати, смирение не означает, что мы подставляем себя под агрессию, нет. То есть это не вот это вот, что тебя ударили по одной щеке, ты подставь другую, нет. Смирение означает, что мы ведем себя правильно. То есть я дистанцируюсь в отношениях с человеком, который причиняет мне боль. Ну, дистанцию устанавливаю, чтобы человек меня не задевал просто. И затем я посылаю этому человеку любовь для того, чтобы исцелить его. Потому что это просто бедный, несчастный человек, которому любви не хватает. И своей агрессии он требует от меня любви. И когда я таким образом проявляю любовь, я демонстрирую вот это качество смирения. И, конечно, этому мы должны учиться. И вот в этой методике нумерологии, которую мы осваиваем и изучаем, потому что чем уникальна эта методика? Мы ее представляем не просто как схему расчетов, а это очень глубокая ведическая психология, которая помогает нам, отталкиваясь от жизненных задач, от этих циклов, от видения этих задач, работать со своими собственными качествами, а затем помогать другим также менять свои качества, менять свою природу. Поэтому, да, смирение – это задача серьезная. И она связана с определенным показателем. И каждый из показателей в карте, он так или иначе связан вот с этими моментами. В какой-то период жизни нам приходится преодолевать страх, становиться уверенными. В какой-то момент жизни нам нужно научиться уважать всех вокруг. В какой-то момент проявить терпение, затем благодарность, научиться быть благодарными, стать смиренными и набраться, наконец, мудрости. И вместо того, чтобы сражаться с этим миром, проявлять любовь и помогать всем вокруг также любить этот мир.